Вот и близится к завершению еще одна транспортная интрига – появление вагонов нового поколения для метрополитена Петербурга. В сети появились фотографии первых кузовов на территории Мытищинского завода. В основе уже знакомая конструкция, общая для всей линейки одноплатформенных вагонов 81760, 81765 и 81775. Конкретно для вагонов 81725, именно такой индекс получили новые вагоны, взят кузов 765-й модели, в который внесли некоторые изменения. Во-первых, появились окна за крайними дверями. Изменились технологические отверстия ложементов на крыше. Это связано с тем, что вместо блоков климатической системы будут установлены блоки принудительной вентиляции, а следовательно изменена и схема работы блока и расположение элементов вытяжной вентиляции. У вагонов, как и ожидалось, отсутствуют проемы под межвагонный переход. Вместо этого там феноменально широкие дверные проемы. А самое примечательное в том, что торцы начисто лишились торцевых окон. А сами торцы не плоские, как в 760-х и русичах, а выпуклые, фактически повторяя форму торцов вагонов Яуза и Юбилейный, то есть от угла торец сначала прямой, а затем немного выпирает. С чем связано именно такое решение, сказать сложно. Но можно предположить, что это немного увеличивает внутреннее пространство вагона плюс делает общий облик вагона более изящным. По начинке новые вагоны не будут отличаться от вагонов 765-й и 775-й моделей. Известно также, что привод будет мытищинский КТП-3, а не хитачий, который упорно заказывал петербургский метрополитен для вагонов 722-й модели. Двери будут прислонно-раздвижными, аналогичными дверям 765-х. А вот по маске еще сохраняется интрига. Но каркас, который можно разглядеть на одном из фото, указывает на то, что маска в целом будет соответствовать изображенному на рендере. Ожидается, что поставки должны начаться осенью текущего года. Однако, учитывая, что кузова уже сварены и проходят окраску, первый состав явно можно будет ожидать к лету.